Найти правильные слова в таких случаях всегда сложно. Сказать что-то, что поддержит, поможет близким пережить трагедию, но говорить об этой катастрофе особенно больно. Разбившимся рейсом летели целыми семьями. Семьями, которых объединяли разные и у каждого очень теплые истории. В социальной сети интернет облетела фотография маленькой девочки. Она тоже погибла, которая стала символом этой страшной катастрофы. Дарина Громова, главный пассажир этого рейса. Она всегда была в хорошем настроении, она всегда такая доброжелательная. Понимаете, она очень контактный была человек. Она вообще прекрасно влилась в коллектив. Есть такое ощущение, вот, я читала сегодня, она работала у нас с 2014 года. Ощущение, что она работала у нас всегда. Эти слова про Елену Томину. Она работала, если так можно сказать про ее профессию, мамой. Мамой-сирот. Это детская деревня СОС. Сюда направляют мальчиков и девочек из приюта. В этом доме Елена жила с пятью детьми. Парень, 12 лет и четверо девчонок. Они были на ее попечении. Семь дней в неделю. Дети только пришли. Я хочу их повезти на море. Я говорю, Елена Владимировна, может быть, еще рано на море. Только семья, может быть, повезти с Сергеем. Я хочу их повезти на море. Они возвращаются с моря. Две девчонки младшие с восторгом говорят. А мы научились плавать. Одна девчонка говорит, а я научилась брать медусы, не бояться их. То, что это для них коре, да. Желена была не просто там коллегой или сослуживицей. Для многих она была подругой. Ну, горе выстоим. Другого варианта нет. Вспоминают коллеги, вспоминают друзья. Анна Бархатова говорит о семье Богдановых. Отец, дочь и сын летели тем рейсом из Египта. Когда в 2011 году умерла от рака ее одноклассница, Надежда Богданова, жена и мать двоих детей. Она старалась поддержать родных. Увидев Дмитрия, Анастасию и Антошу в списке погибших, не могла поверить, что это правда. Семьи не стало. Ну, это была настоящая семья, и действительно, они были все дороги друг другу. Меня тоже поражало, так я издалека следила за всей историей семьи. Меня поражала его стойкость. И он, и вот эта вот лебединная верность. Другая семейная история. Анны Пахарь и Леонидом Нацаканова. Поженились в июне этого года. Счастливы, на всех фото улыбаются. Поехали отдохнуть. И не вернулись. У меня 30 октября день рождения, и она меня успела поздравить с днем рождения. Однокурсница Анны Пахарь показывает пожелания, которые та прислала ей ровно за день до вылета. Говорить сложно. Слезы сами набегают на глаза. Надо держаться и помнить, каким она была человеком. Она настолько жаждела жить, знать. Она так любила знания. То есть мы с ней всегда прямо в споры какие-то вовлекались. Что-то пытались друг другу доказать. Тяжелее всего сейчас, конечно, родным. В Петербурге есть организация «Прерванный полет». Она состоит из людей, у которых погибли родственники в 2006 году под Донецком. Крупная авиакатастрофа объединила людей. Помогая друг другу, они помогали и себе. Пережить шок, пережить потерю родных. У Алексея Штейнварга в том рейсе погибли двое детей и родители жены. Держать связь друг с другом – это нормальное состояние людей. И самое главное, наоборот, не сказать, что я в домике, не трогайте меня и не замкнуться в этом одиночестве. Сюда уже обратились за помощью трое людей, потерявших близких в авиакатастрофе над Синаем. Наталья Люблинская, Ксения Угарова, Денис Торопченов, Павел Зеленков, Первый канал, Санкт-Петербург.